Добрый день, дорогие друзья! В эфире радио Медиаметрикс Владивосток и я, Ольга Лопухова. И сегодня мы продолжим наш разговор о генетике поведения людей в стрессовых ситуациях. Почему в одних и тех же проблемных ситуациях люди ведут себя по-разному? Почему люди не могут понять друг друга, противоречат друг другу и разочаровываются, злятся, удивляются на то, что другой человек поступает не так, как ему хотелось бы видеть? Нам расскажет гость нашей студии. Валерия Местник, сертифицированный инструктор ряда направлений кинезиологии, звукотерапевт, нейрокинезиолог, психолог, микрокинезотерапевт. Добрый день, Валерия! Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, дорогие радиослушатели, зрители! Я буду рада поделиться с вами той информацией, которую я применяю в балансах людей, когда они ко мне обращаются за помощью. И это некоторая часть той информации, которую я обучаю на тех курсах, которые я провожу. И сегодня мы продолжаем передачу. А если вас заинтересует эта информация, вы можете с ней ознакомиться, поскольку сегодня у нас шестая передача. То есть пять передач мы уже посвятили этому интереснейшему вопросу взаимодействия людей в стрессовой ситуации, взаимные ожидания друг от друга, насколько они могут быть удовлетворимы. И понимание своей специфики поведения, которое заложено в нас от природы. И такое же понимание окружающих нас людей, партнёров, подчинённых, начальников, детей и так далее. Так вот сегодня мы будем работать с инстинктивными такими поведенческими моделями. Валерия, извините секундочку. Давайте мы скажем нашим слушателям, где можно посмотреть. То есть вы можете посмотреть на нашем сайте радиомедиаметрикс Владивосток или на сайте... На сайте КинезДВ. Скоро это будет на сайте стресс-помощь. Русскими буквами набирается стресс-помощь РФ. И этот сайт оформляется. Ну, на сайте КинезДВ в разделе видео вы можете познакомиться с рядом роликов по поводу кинезиологии, генетики поведения, нейрокинезиологии и так далее. И там же, если вас заинтересует, а что же делать в стрессовой ситуации, там же среди роликов, статей, печатных материалов можно будет почитать какие-то рекомендации, как справляться со стрессами, текущими стрессовыми ситуациями. Там же слушатели могут узнать, какие вы курсы проводите сейчас, какие планируете, как на них попасть, записаться, да? Да, время от времени я провожу разного рода лекции ознакомительные, на которых я показываю, как работает кинезиология. Вот сейчас мы имеем возможность только рассказывать. А пока осуществить мы не можем. А кинезиология очень отличается от других направлений самопознания и изучения человеческого поведения, здоровья и так далее. То есть кинезиолог любого направления, этих направлений очень много, в первую очередь основывается на мышечном тесте. И тестируя те или иные мышцы, то есть руки, ноги и другие части тела, мы можем определить, существует ли стресс на данную ситуацию. И мы можем, разговаривая с телом на понятном ему языке, разблокировать или снять те записанные на клеточном уровне, на уровне тела, желез, органов, поведенческие паттерны, которые человеку мешают жить. То есть можем помочь человеку стать счастливее, здоровее и удачнее. Так вот, на очных каких-то занятиях у нас есть возможность посмотреть, если у людей возникает желание, то они потом могут этому и научиться. И существуют для любого желающего популярные курсы, где люди могут в текущей жизни приобрести инструменты, когда они в текущей жизни могут выравнивать свое состояние очень эффективно. А есть более специализированные курсы, когда люди стремятся дополнить свои инструменты по терапии людей, если они ведут такую деятельность уже. Так вот, мы возвращаемся к теме нашего занятия. И это динамика жизненных событий, о том, как люди ведут себя в событиях жизни, которые изменяются у нас на физическом плане. То есть есть люди, которые очень любят путешествовать, менять обстановку. Для них, если год за год они не съездили в ряд каких-то мест, и это может быть отдых палаточный, или когда люди преодолевают немыслимые какие-то препятствия, едут на север, разбираются на горы, или просто с палатками отдыхают на берегу. А если им это не удается, то они начинают мебель переставлять, что-то менять физически, какую-то динамику какую-то вносить в свою жизнь. И с одной стороны, это совершенно замечательно и полезно познавать мир, путешествовать и менять что-то в своем физическом окружении. Но в стрессе это может носить несколько гипертрофированный такой характер, то есть такая бесконечная склонность к перемене мест, мест или трансформация места. А у других людей это может вызвать категорический стресс, вот такое поведение. То есть есть масса населения, которые не очень стремятся к выездам, прожив там целую жизнь, предположим, в таком краю, замечательном, как наш Приморье, они ни разу, бывают, есть люди, которые ни разу не отдыхали в палатках, ни разу никуда не выезжали. И дело не в том, что им нужен какой-то определенный комфорт, просто вот такие смены картинок и смены событий ими не востребованы. Ну и они совершают какие-то ближайшие перемещения по знакомым родным маршрутам. А вот такая калейдеркопичная смена физического пространства их может напрягать. И если у людей какие-то партнерские складываются отношения, то часто получается, что люди вынуждены друг к другу подстраиваться. То есть тот, у кого страсть к приключениям, рыбалкам, походам, иногда, не обязательно это мужчины, это бывают и женщины, и партнеру не хочется никуда выезжать, не потому что ему как бы не хочется, а потому что он совершенно другой. Не можется. Не можется ему. И он, если насильно себя вытащит, или она куда-нибудь в поездку и в смену обстоятельств, то потом ему приходится очень долго восстанавливаться. Ну разумно ли это? Вот сейчас на дорогах города я замечаю замечательные такие машинки, называются сумки на колесах. И на них очень комфортно перемещаться по городу, очень удобные парковки, да? Видели? Маленькие, маленькие такие, малюпусенькие такие машинки, да не такие разноцветные, замечательные. А существуют большие машины с высокой проходимостью, с громадными колесами. Вот как такой машинке будет маленькой сумки на колесах, если она куда-нибудь поедет в труднопроходимые места, то есть она очень быстро может сломаться, выйти из строя. Для этого она не предназначена. Но хорошо, если она есть, и людям очень удобно в городе на ней перемещаться. Но точно так же на Урале, если люди пытаются парковаться в городе или перемещаться, это может быть не всегда удобно ни им, ни окружающим. Ну вот такой я пример привела, я не знаю, насколько он иллюстрирует данную ситуацию. То есть если слушатели распознали в себе некие предопределенности генетические, то они могут осознать, почему их может напрягать поведение других людей. И может быть они могут разрешить своим партнерам. Иногда детей насильно вытаскивают кто-то из родителей, вытаскивают с собой на рыбалку. Вот я считаю, что ты должен там ездить или ходить в походы. А у ребенка предопределенность такая физическая к более устойчивому окружающему ландшафту. Ему это не нужно. Ему это не нужно, он может испытывать дополнительные напряжения. Часто сидят в палатках вместо того, чтобы там ходить в походы, гулять. Нужно обратить на это внимание. Или наоборот, может быть ребенок рвется и туда и сюда, и разные виды спорта, а мама или бабушка боятся, сиди дома, никуда не ходи, страшно. Это тоже будет мешать. Да, да. То есть позволяйте своим детям, позволяйте своим партнерам вести себя так, как... Требует их природа. Как требует их природа и требует их здоровья. А если бы вы знали, как выглядят те или иные люди, то тем, кто стремится к приключениям, очень быстро можно было бы по внешности сколотить команду в своем коллективе, в ближайшем окружении. Просто предложи человеку, он снимается, берет палатку, и очень быстро сооружается команда. Ну а узнать, как выглядят эти люди, мы можем только попав на ваш курс. Правильно я понимаю? Да, потому что в процессе занятий, как обычно, участвует достаточно много студентов в этом мероприятии, и представлены все поведенческие модели, мы можем наблюдать друг друга, потому что эти внешние признаки, они часто сочетаются. Вот те, кто слушал наши предыдущие передачи, мы уже шестую передачу рассказываем о каких-то внешних признаках. То есть они могут работать сами по себе, но если человек вне стресса, то сегодня он может преодолевать какие-то самые высокие вершины, а завтра он может спокойно сидеть в кабинете. И наоборот. Или если он не может выехать, он может поменять интерьер, и это ему может помочь. Бывает, что люди, вынужденные находящиеся в однообразном пространстве, они могут испытывать беспокойство. Вот в таком случае просто можно поменять мебель местами, и человек будет удовлетворен. А да, но если ваш человек, который находится с вами в одном кабинете или в одной квартире, он может прийти, если он в стрессе, если он в покое, то он спокойно, в сбалансированном состоянии, то он спокойно приноравливается каким-то изменениям. Но в стрессе даже стол, который стоит сегодня почему-то справа, а не слева, может такого человека вызвать очень напряженную реакцию. И эта реакция, она неосознаваемая. То есть человек злится или он подавлен, но он не может понять почему. Мы говорим не, когда мы говорим о стрессе, мы говорим не о каких-то глагопальных катаклизмах, а обычных ежедневных каких-то рутинных стрессах, да, там, проблемах со здоровьем, финансами, то, что каждый день нас окружает. То есть может быть в пробке человек застрял, на работу опоздал, он уже вошел в некий стресс, а тут приходит, а его стол передвинули другим боком. И это может оказаться прям катаклизмой. Ну, мы живем в очень напряженном информационном и динамичном потоке. Кроме этого, продукты питания, которые мы употребляем, тоже оставляют желать лучшего. И часто люди испытывают биохимический стресс просто из-за несбалансированного питания, это отражается на их здоровье. Иногда на дорогах происходят некие напряжения в коллективе, и просто когда в одном коллективе у одного из сотрудников происходят какие-то тяжелые жизненные изменения, это тоже может вызвать резонанс у всего коллектива. Ну, согласны, да? Конечно. У кого-то несчастье, и люди склонны иногда подключаться к этому процессу, в то время как наша задача содержать себя в балансе. То есть оказать помощь и поддержку — это одно. А нести ответственность за сохранение своего здоровья для своих детей, близких, да, чтобы через 10, 20, 30, 40 лет мы радовали своих детей, своих близких, своей подвижностью, динамичностью, ясностью ума, обширностью интересов, а не обрушивались на них обузой больных, лежачих, инсультных каких-то состояний. И люди иногда не замечают, насколько они подвергают своё здоровье к текущему жизненному риску. Там понервничал, здесь произошёл некий всплеск эмоциональный, который, собственно, не настолько был мотивирован. И иногда бытует мнение, что нужно эмоции выплёскивать. Их лучше, конечно, выплёскивать, чем подавлять. Ну, если вот выбирать из двух зон, но ещё с какой интенсивностью, но ещё лучше их трансформировать, потому что эмоциональная энергия — это энергия. И мы можем в разрушающем плане её использовать, а можем в созидающем ту же самую энергию, которая вызывает у нас некое напряжение. На приёме кинезиолога можно очень быстро рассеять, трансформировать, и человек будет спокойный и рационально, но в то же время в эмоциональном каком-то включённом состоянии переживать и свои жизненные радости или неудачи, и не включаться в гиперрезонанс с какими-то жизненными событиями, будь то напряжение на дороге в коллективе или просто передача по телевизору. — Ну да. Хорошо. И мы с вами переходим к следующей, да, структуре? — Да, мы переходим к следующему. Очень важно для каждого из нас, очень важно уважение. И в одних случаях люди выглядят так, что априори у них некий такой представительный вид, и они ведут себя инстинктивно неким образом, что они декларируют какие-то текущие условия окружающим. И это происходит совершенно независимо от их осознания. Иногда это бывает не вполне уместно. То есть человек, впервые вливающийся в коллектив, иногда ребёнок, то или будь то взрослый, по идее ему нужно присмотреться вокруг и пристроиться, понять, с кем как себя вести. Но это же стрессовая ситуация, и она может включить некую неосознаваемые, но совершенно неуместные модели поведения, когда человек не совсем считается с интересами окружающих и начинает продавливать какие-то линии поведенческие. Вот ко мне очень часто приходят на приём с этим. Я устраиваюсь на работу, но почему-то меня не берут, но уже при собеседовании, человек, находясь в стрессе, когда он рассказывает о том, как происходило это действие. Не каждый работодатель при собеседовании, когда начинает проявлять, как человеку кажется, инициативность своей, показывает свои качества, но эмоционально это может выглядеть, как экспансия, как подавление границ чужого человека, и это сказывается в неких мелочах, в ведении разговора и так далее. И бывает сложно таким людям и устроиться на работу, и влиться в коллектив. Более того, окружающие люди, если у них противоположная структура, для них тоже очень важно уважение, и когда в стрессовой ситуации они не получают подкрепление, что вот Маша или Федя, какой-то молодец, мы тебя уважаем. И для них это очень важно. Они могут тоже голосовыми реакциями привлекать к себе внимание. То есть, если... Да. Человек может начинать очень громко, не замечая за собой, он может подавать достаточно яркие, громкие голосовые реакции. И иногда мы смотрим какие-то видеозаписи, семинаров и так далее, и если не сбалансированное какое-то, еще не успели люди себя сбалансировать, то кто-то из участников может всем громко, при текущем шуме, качать тихо всем, или в школе вы наблюдаете иногда такие ситуации и так далее. И при взаимодействии вот этих противоположных структур могут проистекать тоже несознаваемые взаимодействия участников такого плана. То есть, если человек, для которого авторитетная, авторитарная норма поведения является генетически обусловленной, конечно, ему очень хорошо, если он работает руководителем какого-то отдела, или на нем замыкается... Статус подкрепляет генетику. Статус подкрепляет генетику. Но и в этом случае, и в том, когда статус не подкрепляют, люди с противоположной структурой, я еще раз подчеркиваю, совершенно этого не осознавая, могут объединяться в коалиции. в коалиции, и они сплачиваются и дружат против этого человека, против человека с противоположной структурой. И в таком случае, да, и участники, они не могут объяснить, как ты разбираешь эту ситуацию, или в группах у нас происходит, при обучении у нас происходят какие-то обсуждения, они говорят, да, точно, мы в классе дружили против Пети, а Петя был, собственно, ни в чем не виноват, и у нас происходили вот такие постоянные напряжения, мы не можем объяснить, чем же был плох Петя. И в коллекте, когда это происходит на работе, то человеку, особенно если он руководитель, то есть по идее-то он сделал какие-то распоряжения и так далее, они должны выполняться. Но если его распоряжение не выполняется, то вместо того, чтобы требовать этого выполнения какими-то мерами репрессивными, есть разное, повышение голоса, вынесение замечаний и так далее, и это все равно не всегда эффективно, потому что его оппоненты будут жалеть, вместо того, чтобы работать лучше. Там будет устраиваться, может устраиваться целый кальдоскоп жертв, поддержек жертв, а вот мы не согласны, ах, какой он плохой и так далее. Это все совершенно нерационально. Конечно, это все мешает работе. Гораздо проще. Гораздо проще. Если человек замечает, что как-то не так реагируют его подчиненные, либо в одном коллективе тоже такое может происходить, то очень выгодная и рациональная, и эффективная модель поведения, когда он с каждым из тех, кто создает фронду, не всегда это выглядит явно, но если он найдет способ с каждым человеком наладить контакт в плане с тем, чтобы подчеркнуть, как я тебя уважаю и за что, то, собственно, по факту его лидерских качеств у него будет вместо пяти человек по позиции пять человек, на которых он сможет опереться. Причем это может измениться в течение дня. Мне темы, клиенты, которые обращались за помощью вот именно с этим вопросом, на следующий же день они звонили в обед и говорили, вообще мир поменялся. Стоило мне просто с каждым, поздороваться определенным образом по имени, буквально перекинуться парой фраз и подчеркнуть, что ваше мнение важно для меня. Моментально решился вопрос, и вместо того, чтобы оказывать какие-то противодействия и бесконечные напряжения, распоряжения, они не то чтобы не выполняются, они позже выполняются, как-то вот не так, и люди тоже это производят не совсем давая отчет в своих действиях. Я имею в виду противоположные структуры. Интересно? Да, конечно. Полезно? Я думаю, что очень полезно было бы и в семье такие ситуации могут быть, да, то есть как бы все вроде должны слушаться папу, а там мама с бабушкой в коалиции, а он бы выказал им свое уважение, глядишь, и все бы разрулилось. Моментально. Вот. И, конечно... Ну, я думаю, что посмотрев передачу, люди смогут сами сделать выводы и поменять какие-то взаимодействия, систему взаимодействия, но если это по какой-то причине у них не получается, они знают, куда обратиться, они могут обратиться ко мне, к моим коллегам, которые знают, что делать в таких ситуациях, как помочь на уровне тела, на уровне биохимии нашего тела, на уровне включения наших желез поэвиденческие процессы, если там производится определенная работа, снимающая стресс, то человек совершенно по-другому может реагировать на те же самые ситуации, тот же самый коллектив, тех же самых оппонентов, а также родных, детей, близких. И мы переходим к следующим, да, структурам? Да, существует такая структура, как независимость. Она немножко отличается от авторитарности. Вот есть люди, они что-то решили, и они предпринимают действия, и не всегда ставят руководство в известность о своих действиях, спонтанно они решили, и, собственно, для них нет начальников. Хорошо, и авторитетов для них тоже нет. Хорошо, если они являются начальниками. И для них же очень плохо, если они являются подчиненными. В то же время существуют люди, которые прежде чем что-то сделать, им нужно пять раз переспросить, а хорошо ли это? А правильно, а я хочу сделать вот так, а можно я вот так сделаю? И оппонентов это может невероятно раздражать. То есть людям, у которых, сейчас мы говорим о форме носа, то есть у нас, знаете, как говорят, носом не вышел. Это очень, очень правильное, такое жизненное наблюдение. И когда мы со студентами обсуждаем, наблюдаем структуры, то, собственно, они, каждый из них подтверждает и свою поведенческую модель, и окружающих, и рассказывают о каких-то жизненных ситуациях своих. И, например, одна из жалоб человека, меня не берут, меня сокращают, меня никуда не берут, потому что я старый, а человек не старый. А студент, который мне излагает эту ситуацию, говорит, ну я ей объясняю, что тебя не берут, тебя сокращают и так далее. Потому что ты делаешь, что хочешь, когда хочешь, и ты даже не замечаешь за собой вот таких поведенческих моделей. или ко мне заходила, была она лекции, большое количество людей собираются, и одна женщина, она бабушка, ребенка, который учится в школе, и она очень жаловалась на учительницу. Очень жаловалась на учительницу, что она притесняет ребенка, ребенок в стрессе и так далее. И жаловалась она об этом несколько раз в течение лекции, тогда, когда это приходило в голову, то, что школа вот такая она ужасная, учителя не любят детей и так далее, что ребенок уже боится школы. И у нее очень выраженная была вот эта вот структура. То есть в любом каком-то информационном процессе, допустим, лекция, отводится время, когда лектор дает информацию, потом получает обратную связь, отвечает на вопросы. И это присутствует в любом как бы виде человеческое взаимодействие, взаимодействие некая структура, которая объявляет, ну и так далее. Но вот человек считает, что в любом месте и в любое время можно как бы свои потребности реализовывать. И проблема с девочкой она решилась в течение вот этой лекции. Потому что бабушка потом мне позвонила и сказала, что ситуация нормализуется, и они осознали, что не учительница плоха. А внучка похожа на бабушку. А просто когда они стали разбираться, за что же сердится учительница, да за то же самое. Просто на примере поведения бабушки спонтанным, инстинктивным. То есть у бабушки стресс, потому что когда у людей, у детей проблемы в школе, во всей семье в школу, да, эти нормы поведения, привить, этим садик занимается. Она у нас в садик не ходила, ей там было некомфортно, мы ее забрали, все замечательно. Но садики бывают разные, ребенку лучше дома, но если ребенок воспитывается дома, то это ответственность родителей понимать, как его подготовить к школе. Так вот, бабушка вот в течение лекции, в конце она поняла, как бы я ей дала некую обратную связь, и слава богу, что обеда не было. И она осознала, что ребенок себя ведет в классе неадекватно, учитель нужно рассказывать, объяснять рабочий материал, она в любое приспичившее ребенку время делает то, что ему нужно, как себя ведет учитель. Один раз он там объясняет, второй раз он какие-то принимает меры, и потом уже учитель может на такого ребенка реагировать просто как и в результате ребенок может быть подавлен, то есть девочка боится идти в школу, боялась идти в школу и к школе, и к занятиям, и к учительнице, у нее сложилась стрессовая ситуация, стрессовое напряжение. И если родители, родители это такая очень интересная и очень важная профессия, главная, с одной стороны, родителям нужно стоять на защите прав ребенка и интересов прав ребенка, его здоровья и так далее в самую первую очередь. Но нужно быть объективным и нужно понимать, где нужно на, как им кажется, грубые или как бы не совсем педагогичные выпады учителя реагировать агрессией и вводить учителя в еще больший стресс. Но все живые люди. Или найти линию взаимопонимания и все-таки пытаться восполнить те воспитательные пробелы, которые у ребенка возможно есть. Так вот, когда они эту ситуацию осознали и заканчивают школу, дети зачастую с целым набором диагнозов. В то время, как очень многие вещи можно решать, зная особенности поведенческие своих детей. Своих детей, как можно кому лучше поручить в коллективе какие-то фронты работ, которые требуют от человека самостоятельных решений. То есть человек не будет спрашивать совета с определенной структурой, он будет поступать самостоятельно. И там, где требуется координация, такое поведение не вполне приемлемо и допустимо. А если нужно поставить так, чтобы человек работал себе как самостоятельная единица, инструктировал подчиненных, то такой человек будет незаменим. И точно так же, когда в руководящей роли выступает человек с противоположной структурой, то могут складываться тоже не вполне приемлемые для руководителя ситуации, когда руководитель в стрессе, вместо того, чтобы показывать какой-то оптимизм, поддержку и то, что он знает, как нужно поступить, он бесконечно может спрашивать совета у каждого подчиненного, такое тоже бывает, и собственно он может потерять авторитет. Здоровый авторитет необходимый для работы, не авторитарность, а авторитет. Да, то есть осознавая свои вот эти структуры, поведенческие модели, люди могут по-другому выстраивать взаимоотношения как в коллективе, так дома, а главное помогать своим близким правильным советам и помогать разруливать конфликтные ситуации, где бы они не происходили. Да, очень интересная информация, важная не только для руководителей, но и вот для учителей, и для учителей в школе, в вузах, для воспитателей, вот вы сказали, девочке было в садике некомфортно, ей конечно было некомфортно, если она себя вела, ну мягко говоря, неадекватно, ей наверное в садике уже начали делать замечания. Понимаете, в семье может быть это и нормальное поведение, да, ребенок заходил, да, ну там единственная долгожданная доченька, ну задает вопросы, когда хочет, все радостно отвечают, а когда коллектив детей... Не только в вопросах, человек же еще и делает то, что ну я пошла гулять, кто со мной? Да, и бабушка радостно с ней бежит, а когда коллектив детей, будь то садик, школа или университет, детей или уже людей, когда работа, это всегда, как правило, это тоже коллектив, то конечно знание этой информации очень бы многим помогло, я думаю, наверное всем. из детских историй, студенты на таких мероприятиях, они делятся детскими какими-то историями, как они себя вели, так вот с этой вот структурой делаю, когда что хочу, а большая часть в садике делала следующее, они не только убегали из садиков, они, ну, они еще и ребят свои прихватывали, и потом было очень весело. Да, я представляю, бедные воспитатели и родители, а на самом деле, ну, зная, да, что у ребенка есть такая особенность, можно же как-то было подыграть, да, вот этим же детям, дать возможность там сходить в поход, приглядев за ним, и дети бы удовлетворили свою генетическую предрасположенность, и родители были бы спокойны, то есть, конечно, очень важная информация. Так, еще есть такая структура, которая говорит о склонности к спорам. Вот кто-то принимает информацию для себя, делает замечания, если он с ней не согласен, ну, он тебе делает пометочки, смотрит какие-то другие источники, бывает? Да, и спокойненько себе и спокойненько делает выводы, расширяет свой круг познания, а бывает, что вот нужно или не нужно, и даже если человек согласен, он не может не поспорить. И это иногда чревато для, для детей точно чревато, для подчиненных тоже. И каким бы ни был руководитель, у него всегда может найти начальник. Так вот, такие стремления к спорам они могут происходить совершенно независимо и по каким-то мелочам, то есть не обязательно по рабочим вопросам. Они могут осложнять жизнь, взаимодействие окружающих, и очень просто можно вот эту структуру адаптировать так, чтобы человек понимал, что где-то нужно и поспорить, где-то нужно отстоять свою точку зрения, но не на каждом же собственно этапе взаимодействия. Здесь какие-то уже советы человеку, то есть понаблюдать за собой, да? А противоположная структура, вот они для себя делают пометки, если как бы не согласны с каким-то, с какой-то информацией, вот я веду лекции, и видно, что не вся информация по кинезиологии сразу воспринимается людьми. Ну да, это очень новое направление, малоизвестное. Да, и очень заметно, как и кто на ситуации реагирует. И часть людей, они делают себе пометочки, и видимо, они будут получать дополнительную информацию, это совершенно замечательно. И здесь это людям работает на пользу. Но иногда такие люди не могут постоять за себя и отстоять свои интересы, и им это вредит. То здесь необходимо добавить в такой структуре на уровне баланса проводимого, те способности, когда человек в тех ситуациях, когда необходимо спорить, будет спорить и будет отстаивать свою точку зрения, а не уходить от конфликта, не уходить от решения проблемы совершенно неэффективными ни для себя, ни для своей семьи, ни для своего коллектива способами. Ну да, бывают такие ситуации, что человек соглашается, а потом сам же, ну вот зачем же я сказал, да, ведь я же не хотела, переживая там по поводу того, что он не смог отказать, да, люди, которые не могут отказать. они отмалчиваются и они в каких-то ситуациях они не вступают в спор, но оппоненты, они и не знают другую точку зрения, то есть может быть им и пошли бы навстречу, может быть этот вопрос решился бы достаточно просто, но человек вместо, ну вот так решили, все, но они же так решили, ну а ты сказал вот то, что ты хочешь по-другому, или что существуют другие возможности, другие варианты, что тебя это не устраивает, вот для человека категорически это как переступить для себя, как я могу, их же было двое, или это же начальник, или ну это же ребенок, хорошо, это же женщина, находятся любые оправдания, почему человек наступил на глотку своей пести, или своим желанием, и стремлением, и не высказал своих каких-то совершенно нормальных, позитивных, мягком ключе своих пожеланий, он не может этого сделать, в стрессе, вне стресса, когда мы вводим, то у людей получается как бы вывод, а так человек принимает заданность, решили все. То есть да, конечно во всем хороша золотая середина. Как я мог, они же решили. Где-то согласиться, а где-то нужно отставить свою точку зрения, чувствовать этот баланс, если человек сам не может почувствовать, и это происходит раз за разом, какие-то вот эти проблемы, что его вынудили на какие-то действия, поступки, некомфортно, то тогда нужно... Дело в том, что его никто собственно и не вынуждает, просто не поиздает. Если ему так кажется. Никто не знал, что ему комфортно по-другому, что он хотел по-другому. Тогда есть смысл обратиться к специалисту за помощью, если вот раз за разом... Может быть, ему помогут выводы, и структуры, они сочетаются, то есть мы рассматриваем сейчас отдельные поведенческие линии, но иногда они сочетаются, конфликтуя друг с другом, когда человек то так, то эдак себя ведет. Ведь немного похожи модели, о которых мы говорили перед этим. Здесь нужно их ясно различать специалисту и понимать, что с этим делать. Еще существуют такие поведенческие модели, как болтливость. Замечали? Ну да, среди журналистов распространенная можно сказать профессиональная необходимость. Да, и в стрессе иногда люди просто не могут себя никаким образом остановить. А если им все-таки приходится молчать, то есть это структура, которая предполагает именно речевое общение. И я рассказывала, что создатели создателем вот этой информации в плане кинезиологии был Гордон Стокс и Даниэль Уайтсайд, которые рассматривали именно как как разблокировать стрессовые модели поведения. А родители Даниэля Уайтсайда они всю жизнь занимались изучением этого вопроса в плане профессиональной ориентации людей. Так вот, существуют профессии, где, собственно, необходимо разговаривать, а есть, где это не является первостепенной необходимостью. Да. Да. И если люди вынуждены молчать, те, которые и не выражать самое главное свои чувства вербально, у них могут возникнуть достаточно серьёзные соматические реакции. Заболеть могут. А вы замечали, что дети, они щебечут, как птички, они говорят, они говорят, к месту не к месту, да. Могут и сами с собой с игрушками поговорить. Сами с собой с игрушками. и это структура губ, которые у детишек немножко отличаются, чем у взрослых. И дети выражают свои чувства очень открыто, а потом это оказывается небезопасным. Но во взаимодействии взрослых людей здесь такая противоположность. Вот кто-то говорит о любви, о своих чувствах, я подарю тебе вселенную, вот все отдам, а кто-то не говорит о своих чувствах. Ну молча создает какие-то условия или совершает действия, которые говорят о его любви. И здесь в взаимодействии партнеров тоже могут возникнуть недопонимания, что человек не говорит о любви или о своих чувствах, он же столько делает, но человеку нужно слышать другому партнеру иногда необходимо слышать. который говорит, тот хочет и слышать, да? Да. А тот, который делает, он хочет, чтобы для него делали, потому что все эти разговоры это пустой звон. И тут нужно постараться понять своего партнера и понять, кому-то надо поговорить. Каким образом нам сохранять и развивать наши отношения, и это касается не только партнерских отношений в браке и так далее, но и на работе нужно понимать, кто хочет услышать какие-то слова уважения, а кому-то не обходил жест уважения. Это ведь разные вещи. Да, конечно. Ну, я надеюсь, что эта информация была очень интересной и важной, и слушатели смогут посмотреть другие передачи или почитать какие-то узнать об инструментах самопомощи, о том, как стресс сказывается на системах нашего здоровья, и выйти на сайтах, это можно посмотреть на сайтах стресс-помощь, который сейчас оформляется, на сайте кинез.дв, где очень много информации различной, там можно посмотреть видео, и еще один сайт находится в оформлении, но скоро он будет уже оснащен, он называется нейрокинезиология. Спасибо большое, Валерия, спасибо, дорогие друзья, за внимание, мы желаем вам жить без стресса, жить счастливо и в балансе. До свидания, друзья. До свидания.